Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. Война с собственным невежеством, агрессией, раздражением. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей. В студенные дни греет ласковое слово. Вместить значит понять, а понять значит простить. Все лучшие культурные намерения разбиваются, а не культурность. Всякое доброе дело привлекает пристальное внимание темных сил. Герои не образовываются, они родятся. Зорко различайте признаки будущего подвижника, героя. Скромно опущены крылья героя, чтобы прекрасно взлететь в час сужденной. Главное, изгоняйте невежество. Оно — корень всякого зла. Голоса природы звучат для тех, кто вступает в нее с открытым сердцем. Горы везде горы. Вода всюду вода. Небо везде небо. Люди везде люди. Доживет ли человечество, когда военные бюджеты будут перечислены на просвещение? Доллар царит и запечатывает совесть. В этом нет ничего нового, ибо вообще ничего нового нет. Достижение всего самого лучшего происходит через все самое высокое. Душа русская — не механическая заводная душонка. Нет, русская душа жива красотою, а в глубинах русского сердца свела гнездо доброта. Единственное, в чем человечество сдвинулось, в цивилизации преступлений. Есть два вида знания. Одно — словами выражаемое, другое — точное, понимаемое духом, но не вложенное в слова. Даже нельзя пояснить словами, как это понимание происходит, но оно поистине прекрасно. Ещё некая война неизбежна. Война знания против невежества. Жестокость, одичание, тупость. Дети, наученные первому, неминуемо впадут и в последующее. Жульничество во всех видах должно быть караемо. Забота об искусстве и знании является всеобщей обязанностью во вселенском масштабе. Зло приходящее, но благо вечно. Иногда и самое маленькое зерно перевешивает глыбы золота. Около Извары почти при каждом селении были обширные курганные поля от X века до XIV. От малых лет потянуло к этим необычным странным буграм, в которых постоянно находились занятные металлические древние вещи. Искусство является лучшим послом человечества. Истинно великому народу дан и великий язык. К доброму сердцу тянется и все доброе. Как бы ни ссорились, как бы ни озверели люди, они все же объединенно замолкают при звуках мощной симфонии и прекращают препирательство в музее или под сводами Парижской Богоматери. Клевета должна быть судима наравне с физическим убийством. Когда народ творит, тогда приходит и расцвет страны. Когда придете, приходите, как навсегда. Когда уйдете, уходите, как навсегда. Когда придете, владейте всем, ибо от всего отказались. Уходя, оставляете все, ибо все вместили. Красота — главнейшая духовная сила, движущая народами. Без красоты не построятся новые оплоты и твердыни. Знак красоты откроет все священные врата. Красотою мы победим. Красотою мы объединены. Даже тюрьмы должны быть украшенными и прекрасными. Тогда тюрьмы перестанут существовать. Культура есть истинное просветленное познавание. Культура есть научное и вдохновенное приближение к разрешению проблем человечества. Культура есть красота во всем ее творческом величии. Культура есть точное знание вне предрассудков и суеверий. Культура есть утверждение добра во всей его действенности. Культура есть песнь мирного труда в его бесконечном совершенствовании. Культура есть переоценка ценностей для нахождения истинных сокровищ народа. Культура утверждается в сердце народа и создает стремление к строительству. Культура воспринимает все открытия и улучшения жизни, ибо она живет во всем мыслящем и сознательном. Культура защищает историческое достоинство народа. Люди различаются на осуждающих и на творящих. Пора русскому образованному человеку узнать и полюбить Русь. Пора светским людям, скучающим без новых впечатлений, заинтересоваться высоким и значительным, которому они не сумели еще отвести должное место, что заменит серые будни веселую, красивую жизнью. Мечтать — это великое качество, ибо оно наполняет сердце лучшими мощными огнями. Мировая ось зиждется на русской мощи. Много разновидностей болезней сейчас в мире. Не мысль ли их творит? Может быть, скоро поймет человек, что его мысль есть рассадник и вреда, и благо. Не столько заповедано людям быть судьями, сколько дано им быть сеятелями. Не только нужно поминать имена Суворова, Кутузова и всех отечественных героев, но и осознать, что они были интеллигентны и культурны в своих великих подвигах. Не опаздывайте, если хотите, чтобы вас уважали. Не лгите мысленно, если собираетесь найти друзей. Нередко люди считают своим несчастьем то, в чем заключено их высшее преуспеяние. Нетерпимость есть не что иное, как дикость. Нетерпимый человек непригоден для общественности. Нужно в школах установить науку о мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, внимания, сосредоточенности и наблюдательности. Конечно, кроме этих четырех областей науки мышления, многие качества требуют развития. Четкость, быстрота, синтетичность, оригинальность и другие. Если бы часть усилий, затрачиваемых в школах на спорт, уделялась мышлению, то скоро результаты были бы поражающими. К усовершенствованию техники нужно добавить утонченность мышления. Об обмане думает обманщик, о предательстве предусматривает предатель, об ужасах терзается трус. Каждый по-своему. Скажи, о чем ты думаешь, и я скажу, кто ты есть. Ангелы не влекут в рай насильно за волосы, насильно увлекают за волосы в ад. От пошлости до подлости – один шаг. Очаги добротворчества нужны так же, как врачебно-санитарные учреждения. Поверх всех законов живет закон моральный, и на нем зиждется право. Понятие роскоши безобразно. В нем распад и разврат. В происходящем переустройстве мира все разрушительные атрибуты роскоши должны быть отвергнуты. Признательность всегда отмечалась как высокая утонченность, как признак возвышенного мышления. Скажем, как признак чистой сердечности. Пусть какой-то другой народ будет злым, коварным, жестоким. А народ русский будет народом добрым, отзывчивым, трудящимся в радость. Пусть зло, если оно необходимо, гнездится где-то в иных областях, но не на великой русской целине. Радость есть особая мудрость. Разрушение музея есть разрушение страны. Будем помнить это во всех смыслах. Сегодня маленький компромисс, а завтра большой подлец. Семья, вдохновленная искусством, будет прочным оплотом государства. Благородные заботятся о девяти основах. Видеть ясно, слышать четко, глядеть дружелюбно, заботиться о низших, быть сознательным в речи, быть честным в делах, в сомнении быть осторожным, в гневе думать о последствиях, при возможности успеха думать лишь об обязанности. Словарь зла переполнился. Злословить, поносить, клеветать, унижать. Все это допущено влощенной форме в любом обиходе. Вот куда вползла ехидна ненависти, что даже слова о добре много где будет неуместным. Сознание есть молитва сердца. Среди сокровищ человечества неистащимы и улыбка, и привет, и доброе пожелание. Около них раздобреет почва, и вырастут прекрасные целительные травы. Там, где любовь к делу, там и безграничны возможности. Тот, кто знает значение благодарности, тот стучится в дверь светлого будущего. Тот, кто не был преследован за благо, тот и не являл его. Убийство рукою или мыслью равноценно. Чувство, бросаемое в пространство, как бумеранг, возвращается к источнику. Чем выше идеал, тем больше псов его облаивают. Эволюция повелительно устремляет человечество к нахождению тончайших энергий. Благословенные препятствия, ими растем. Борьба за культуру есть геройство. В стране культуры будет защищено достоинство человеческое. Будьте добры, помогайте всюду, где можете помочь во имя добра. И верьте в светлое будущее Родины. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова